Всем привет, ребят! Вы на канале Steven Games и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Сегодня мы будем открывать наборы за 70 тысяч монет, чтобы выбить экипировку, конечно же, Кабала. Ну и, в принципе, я надеюсь, что мы получим и самого Кабала, хотя это, возможно, и маловероятно, потому что, сами понимаете, что за 400 душ открыть набор и выбить оттуда того персонажа, которого ты хочешь, практически невозможно. Я надеюсь, все помнят мой предыдущий стрим, где я неплохо так сыграл, как мне кажется, неплохо сыграл, и победил Сектора Триборга. У меня было три Саб-Зира, один без какого-либо слияния, второй тоже, по сути, без какого-либо слияния, потому что он был серебряный и сливался так же, как и первый. И третий персонаж, это более-менее интересный такой перс, это МК-11 Саб-Зира. Те, кто не в курсе, то, да, я прошел в скором времени, возможно, я даже сделаю хайлайты, потому что это было сложно, это было жестко и это было практически невозможно. Но Триборга я прокачал уже до восьмого слияния, и он занимает второе место у меня в коллекции. Скорпион на первом по урону, Триборг на втором. 40 урона, жечь просто. Я даже и не думал, что он Китану Скорбну обгонит, но, как вы видите, без особых проблем он это делает, и это классно. Я бы сейчас, конечно, заполучил и Рейдена МК-11, и продвинул его еще немножечко в топе, но пока что с Рейденом МК-11 я не возился. Но в скором времени это обязательно сделаем. Ролик записываю чисто потому, что все-таки по Mortal Kombat роликов давно не было, и у меня уже накопилось аж на 10 наборов, даже больше, на 11, а то и на 12, если вдруг получится, если я буду выбивать ту же самую экипу, вот эти вот наборы снаряжения. Я хочу их открыть, я хочу выбить, конечно же, ту экипировку, которая мне нужна, а это респиратор, но выбью я ее или нет, я без понятия. Перчатки скандалиста. Да, не только кое-что запустил. Так, давайте перейдем в магазин набора карт, и откроем сейчас еще бронзовый набор, бесплатный, возьмем тут, что посмотрим, мне выпадает. Я надеюсь, выпадает что-то интересное. Так, если выпадет персонаж... Нет, не персонаж. Я буду, конечно, рад этому моменту, но он мне не выпал. И вообще, в целом, по поводу коллекции и, конечно же, снаряжения. Молот Гнева у меня уже восьмого слияния. Мне осталось выпить только два раза Молот Гнева, и он у меня станет десятого слияния, и откроется 30% шанс повышения критического удара. Это круто! Но нужно десятое слияние. Ну, шлем Шоукана чуть хуже, седьмое слияние, но тоже потихонечку качаем. Плюс Молот Гнева, как и шлем Шоукана, могут выпасть из наборов Войн Фракции, но нужно набивать как минимум элитного претендента, а то и лучше, чтобы, конечно, оттуда что-то получить. На почте у меня ежедневные здания, если что, вдруг торчат, поэтому туда мы заходить не будем, а зайдем, наверное, в наборы карт и откроем набор за 400. Хотя, знаете, шансы из золотого набора МК-11, они в разы выше, поэтому, наверное, все-таки я рискну и, наверное, открою не за 400, а вот за 375. Шансы есть, 6%, в разы больше, нежели, чем когда я открываю за 400. За 400 мне практически никогда ничего толкового не выпадает, а здесь хоть что-то может быть. Поэтому я буду ждать и надеяться на лучший результат. Коснитесь, чтобы открыть, касаемся, смотрим и давай. Что у нас там? Уголок имеется. Ну, это уже не тот персонаж Дженни Кейдж Вип. Нет, лучше бы я не открывал эти наборы за 375 душ. Что меня заставило открыть набор за 375 душ? Дженни Кейдж Вип. Это персонаж, который выбивается из набора за 150. Мне он выпадает за 375. Отличная просто переплата. Вот то, что я ждал. Это Дженни Кейдж Вип. Чтобы он мне выпал, и я прям возрадовался этому персонажу. Не знаю, что еще сказать на этот счет. Но, блин, мне не повезло. И очень сильно не повезло. На почте я маловероятно, что благодаря почте, скажем так, и благодаря бесплатным душам я накоплю 375 душ снова, чтобы посмотреть и снова выбить что-то интересное. Ну, как вы сами понимаете, естественно, персонажа. И поэтому, видимо, на этом мои полномочия, они заканчиваются. И придется проходить еще одну миссию Старшего Бога с, конечно же, Рейденом МК-11. И только потом открыть, возможно, еще один набор. Но в этот раз уже точно за 400, потому что набор, который я сейчас открыл, ну, это полнешняя шняга, которая, по сути, не нужна, от которой смысла толкового нету. И, как вы видите, открыл я, по сути, зря. Максимум сейчас пройду башню Шоакана, пооткрываю бесплатные наборы. И 100%, да, я не набью все равно 375 душ, поэтому и стараться смысла особого нету. Так что ж, я накопил еще немножко монет, чтобы ролик получился более интересным. Сегодня также был стрим, вы его видели, и я такой подумал, типа, ну, ролик получился какой-то ни о чем. Я пооткрывал наборы за 70 тысяч монет, и мне, в принципе, ничего не выпало. Но так как в начале видоса я обещал то, что открытие наборов за 70 тысяч будет, то прямо сейчас мы это и сделаем. Я сразу же захожу в игру и, конечно же, открываю наборы, не буду затягивать, не буду говорить о том, как мне хотелось бы выбить респиратор. Ах, да, только что я об этом сказал. Но не важно. Главное то, что я открываю эти наборчики, и мне отсюда что-то выпадет. Не знаю пока, что именно, конечно, но что-то определенно должно быть. Что-то интересное. И давайте же посмотрим, что именно. Маска гладиатора. Отлично, это не то, что нам надо. Катана. Такое себе. И... Все. Все. Вот. 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 Видите? Это что? Это благодаря тому, что я альтруист. Все. Я думаю, мем, который мы на стриме придумали, многие помнят. Вот. Благодаря всему этому респиратор я получил. Полученный критический урон снижен на 25%. Восстановление здоровья. Но это не важно. Главное, что критический урон снижен на 25%. Потому что у меня пока что самого персонажа нету. Поэтому то, что я получил саму экипировку респиратора, это уже хорошо. А все остальное потом уж наверстается. Но раз мне выпала экипировка, то есть шансы на то, что мне выпадет что-то еще интересное. И, конечно же, я уже жду молот гнева. Потому что молот гнева мне не выпадал. Хотя я его прокачал до восьмого слияния. Но все-таки нет. Стоп. Мне еще нужно как минимум два молота гнева. А потом он может не выпадать и вовсе. И да. Амулет. Точнее, не амулет. А респиратор у меня уже не будет. Потому что он мне сто лет не нужен. Так как я думаю, что... Да и не, выпадет он не скоро. Выпадет он все равно не скоро. Да и эта экипировка уже все. Она выбита. Она у меня в коллекции. Я пополнил свою коллекцию новой экипы. Играю только лишь ради коллекции. Шутка. Не только. Ради Саб-Зира тоже. Катана. Далее у нас что? Бледная татуировка Джонни Кейджа выпадает снова. Выпадала она и в предыдущем моем покопенинге. Которую я вырезал из-за того, что он был очень скучным. И мы таким унылым. Длился 2 минуты, 3. Не важно. Долгое время мне не особо хотелось играть. Я такой, типа, я открою эти наборы. Но из-за того, что вот это вот настроение, ни к черту, не выпадает ничего интересного. Короче, ничего так не выпало. И я вырезал эти моменты. Все, вы их не видели даже. Сейчас, сейчас я верю в то, что мне что-то выпадет. Потому что все-таки уже респиратор есть. Осталось только увидеть что-нибудь более-менее интересно. Нежели чем респиратор. Хотя, такого на данный момент нет. Кроме молота гнева, либо шлема Шоу Кана. Кунай Серарио. Ну, тоже достаточно неплохая экипировка. В общем-то, Ханзо Хасаши может возразоваться. Тем, что ему выпала такая вот прям суперкрутейшая экипировка. И я тоже, наверное, могу возрадоваться. Поэтому давайте посмотрим. Да, мне еще там VIP Джонни Кейт, что ли, дублер выпал. В общем, эх, вчера какой-то пакопенинг был не очень. Вот сегодня клинки Кобудзюцы выпадают. Далее снаряжение внешнего мира. Вот это я понимаю. Вот это вот и есть та самая экипировка, которая мне нужна была. Но нужна она мне была вчера. Не сегодня. Ну, ладно. То, что я сегодня ее тоже выбил, это хорошо. Притом я прошел, как вы видите, уже два испытания. На рейдинге МК-11 я тоже все прошел. И в скором времени, я думаю, сделаю нарезку из боев как Сектора Триборга, так и рейдинга ЗМК-11. Потому что я проходил вот этой вот командой. Нет, не совсем этой. Вот Саб-Зиро остается. Играл я, по сути, только лишь алмазным персонажем. Иногда сменивался на Серебряного. Саб-Зиро Великого Мастера трогал только тогда, когда он сам выскочит. Потому что, в принципе, персонаж не прокачанный, 34 уровень, слияния нету, смысл за него играть. Правильно, никакого. У Саб-Зиро МК-11 открылась некая новая способность. Дар, скажем так, наносить каждый раз практически блокборейкер. Благодаря клинку Сента, шляпе ветров, связанному дем... Ну, хотя от шляпы ветров, связанные демоны, здесь ни при чем. Это клинок Сенты и VR с лезвиями. Ставим эту экипу, все, он выносит всех и каждого. Я думаю, в скором времени об этой команде даже ролик запишу. Потому что из себя они представляют просто идеальнейшую тиму. Да, и у меня значок Саб-Зиро есть слева. Вон, где Стивен А.С написано. Ладно. Давайте сейчас перейдем в магазин. Откроем набор за 400 душ. Потому что за 375 уже открывали. И возрадуемся новому персонажу. И возрадуемся новому персу, которого... Вот смотрите, загрузка такая долгая, не просто так. Это подгружался новый персонаж. Это он скачивался. Это был именно он. Смотрим. Нет, это был не он. На самом деле я не плакал, но все-таки было печально. Смотреть на то, как ты стараешься. Ты выбиваешь старшего бога. Достаешь рейды на МК-11. Не выбиваешь старшего бога, а проходишь старшего бога. Выбиваешь рейды на МК-11. Открываешь набор за 375 душ. За 400 душ. И тебе выпадает Джеки Брикс Хайтек. Персонаж, которым я поиграл только до 17 левела. Ты сыграл ну максимум 10 боев, мне кажется. И все. Я достаточно серьезен сейчас. Но смягчает только одно данный ролик. Да и вообще мое настроение. Это то, что мне выпал респиратор. Да. Хоть какое-то маленькое. Хоть какой-то маленький бонус. Я скажу вот так. Но он все-таки есть в этом ролике. А значит, все же я могу написать название. Выпал эксклюзив. Ну, респиратор считается эксклюзивом. Нет, я не знаю просто. Но все равно об этом нужно подумать. А на этом пока что все. Надеюсь, данный видос вам понравился. Старался как мог. Записывал ролик качественно, круто, интересно, весело, задорно. А завтра, точнее сегодня, возможно, будет новый стрим. Посмотрим. Пока что я планирую. И насколько быстро я его распланирую. Покажет время. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Пока.